Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из 2-го послания к Тимофею святого апостола Павла, глава 6, стихи из 9 по 22, то есть до конца 6-й главы, в принципе, до конца данного послания. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию. Один лука со мною. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихиха я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги особенно кожаные. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую Прискилу и Акилу и дома Несифоров. Яраст остался в Каринфе, Трофима же я оставил больного в Мелите. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя Евву и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос, садухом Твоим, благодать с вами. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, перед нами вновь второе послание к Тимофею Святого Апостола Павла, конец шестой главы, стихи с девятого по двадцать второй. Очень интересный отрывок, потому что мы видим здесь составляющую литературную письма, потому что перед нами не совсем богословский трактат. Как мы читаем и в других посланиях Апостола Павла, мы знаем, что есть структура. Есть приветствие, есть адресат, есть тот, кто написал, адресант. Соответственно, в конце мы видим уже элементы привычного для нас письма. То есть есть приветствие, есть основная, как называют, рыба письма. И в конце, вот этот хвостик, это как раз-таки уже какие-то такие, знаете, земные распоряжения. И этим интересно читать данное послание, что мы видим реальную жизнь, что это не какое-то отвлеченное богословие, не какая-то отвлеченная философия. Это реальная жизнь людей, у которых были свои повседневные насущные потребности. Приведу пример. Мы знаем, все есть такой замечательный святой, равнопостольный Николай Японский. И у него, слава Богу, есть очень много томов его дневников, которые он день за днем писал с 70-х годов 19 века практически до конца своих дней, до 1912 года. И в этих дневниках мы видим совершенно иную жизнь. Мы читаем житие апостола, мы видим, как он много сделал. Придя в Японию, он был одним человеком православным среди японцев. А когда он умер, там уже насчитывалось 30 тысяч православных. Было священство, было духовенство, и японская православная церковь до сих пор существует и здравствует. Как много он сделал. Но вот в его дневнике мы видим очень много вот этой повседневной жизни. Кого он посылает, кто его там предал, кто, наоборот, ему помог. Он рассуждает на тему различных хозяйственных поступлений, и мы видим реальную жизнь. Это, на самом деле, очень вдохновляющий пример, потому что он показывает, что вот она жизнь, реальность, святые, так же, как и мы, трудятся. Но отличие от нас в том, что он успевает молиться в этом всем. Он находит время в непосильном, титаническом, повседневном труде, который никак не связан с чтением псалтири и богослужениями. Он занят хозяйственной работой, но он в промежутках молится, и он стяжал эту святость. И это вдохновляет нас и показывает, что и мы в своей повседневности, на своих рабочих местах тоже можем служить Господу. Также и здесь мы видим, апостол Павел проповедует, он говорит о высокодуховных вещах, он говорит о богословии, о нашем спасении, он проповедует. Но мы видим и различные его размышления, что вот кто-то его оставил. Например, мы читаем «Постарайся прийти ко мне скоро». Мы видим, что апостол Павел нуждался в поддержке, что не нужно думать, что он взвалил все на себя и без множества-множества других людей, апостолов от 70-ти и той же Акилы и Прескилы, он бы так много сделал. Нет, у него была внутренняя мотивация, но у него были помощники. Мы видим, были и предатели. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Да, мы видим вот эту вот какую-то внутреннюю боль апостола Павла. Он ушел, сошел с пути проповеди и остался в нынешнем веке. Для него христианство оказалось неактуальным. «Пошел в Фессалонику Крискент, в Галатию, Тит, Далматию, один Лука со мною». Да, апостол, в этом звучит какая-то вот такая внутренняя человеческая боль. «Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения». Лука – евангелист, Марк – евангелист. Как раз таки вот они здесь всплывают, как и в книге «Деяния святых апостолов». Мы видим тоже, на самом деле, непростые взаимоотношения апостола Павла и, допустим, евангелиста Марка. Но все вышло к лучшему. Апостол Павел сначала прогнал Марка, так как он в середине пути оставил миссию и поставил ее под угрозу. Апостол Павел в следующий раз его не захотел брать, с чем, скажем так, расстроил апостола Варнаву, и тот тоже не пошел с апостолом Павлом. То есть мы видим вот эту внутреннюю жизнь, но мы видим и плоды, плоды проповеди. Поэтому не нужно бояться скорбей и трудностей, скорбей в отношениях с людьми. И главное не переходить в какую-то личностную черту, служить общему делу. Далее, когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в траде у Карпа и книги, особенно кожаные. Заметьте, филонь не женского, а мужского рода. Книги кожаные. Вот элемент повседневности, ценность кожаных книг. И сегодня книги в кожаном переплете, например, очень ценные. Тут были важны, особенно кожаные, очевидно, что в путешествиях они долговечнее иных книг. Александр Менник много сделал мне зла. «Да воздаст ему Господь по делам его». Апостол Павел не мстительный. Он знает текст Священного Писания, он знает Псалом, где говорится «мне отмщение, аз воздам». Господь, праведный судья, и мститель, и мздавоздаятель. Дело христианина – это любовь. Помните об этом, братья и сестры. «Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Берегись, не мсти, не выходи с ним на какое-то противостояние. Нет, не умножай злобу. Просто знай и будь осторожен. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили». Очевидно, ответив в суде перед, так сказать, судьями. «Да не вмениться им». Здесь опять апостол Павел не осуждает. «Господь же пристал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники. И я избавился от львиных челюстей». Да, очевидно, апостол Павлу грозило, скажем так, что его бросят в яму со львами, где он умрет на потеху языческой толпе. Но все же Господь укрепил его, дал ему силу проповедовать, чтобы язычники услышали. «Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему славу в веки веков. Аминь». Здесь апостол Павел воздает небольшую молитву и учит нас, что все упование мы должны возлагать на Господа, в каких бы трудностях мы ни оказались. Немногие, я думаю, из нас оказываются в таких трудностях, в которых оказывался апостол Павел. Но он не терял в них духа и учит нас в наших скорбях не терять духа. Далее, приветствую Прискилу и Акилу и Дом Анисифоров. Это те, кто очень часто и очень много помогал апостолу Павлу в деле проповеди и в различных хозяйственных делах. Это мы сейчас уже не видим всего этого. Ведь, представляете, 20 тысяч километров нужно было преодолел за свою жизнь апостол Павел. Какая-то логистика, какие-то финансовые средства. И сегодня это большие средства, и по тем временам это было очень трудно. Это и питание, это и одежда, это и помощь различная, и медицина. То есть все это нужно было настроить. И, конечно же, были помощники апостола Павла. Вот Акиллы и Прискилы — это одни из первых таких помощников. И дом Анисифоров, да, целый дом, семейство. Иерас остался в Коринфе, какой-то Иерас мы уже не знаем, но адресат послания знает. Трофима же я оставил больного в Мелите. Видите, то есть какие-то абсолютно повседневные вещи, но которые показывают нам жизнь, жизнь проповеди. И сколько много людей трудилось на Неве этой проповеди. «Постарайся прийти до зимы, приветствую тебя и вулы Путылины, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос, а Духом Твоим благодать с вами. Аминь». Вот это типичное завершение послания. И мы видим, что вот эти повседневные тонкости апостол Павел для нас раскрывает. И они, не знаю как для вас, но для меня они очень ценные и важные. Потому что показывают, как много нужно трудиться, и что всегда нужно искать некую команду. Будучи одним человеком, как говорится, один в поле не воин, не уедешь. Поэтому всегда стремитесь к соработничеству, к совместному труду. И помогайте тем, у кого получается. Будьте помощниками. Итак, дорогие друзья, мы будем следовать за Христом, трудиться совместно на Ниве церковного делания и в деле нашего личного спасения со страхом Божиим. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok